Вооружившись цветными мелками, юные художники приступили к работе. За считанные минуты на асфальте появились различные жизненные картинки, с помощью которых ребята постарались ответить на главный вопрос. Какие правила нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя на дороге? Смотрю по сторонам и смотрю на светофор, и иду на зеленый свет. Каждый участник старался отразить в своей работе самые важные элементы дорожной безопасности. Кто-то рисовал зебру, кто-то светофор, а кто-то даже изобразил целую улицу. Сотрудники ГИБДД оценивали рисунки ребят и рассказывали им о безопасном поведении на дороге. Разъясняем правила поведения непосредственно на проезжей части дороги. То есть это переход проезжей части только в установленных местах по пешеходным переходам, обозначенным именно дорожными знаками и разметкой. Только на разрешающий сигнал светофора переходить проезжую часть, если это регулируемый у нас пешеходный переход. А ни в коем случае не пересекать проезжую часть вне пешеходного перехода. Акция «Дорога глазами детей» направлена на то, чтобы напомнить детям о важности соблюдения ПДД. Зачастую дети невнимательно ведут себя на дорогах. И результатом этой невнимательности в лучшем случае бывают травмы. Элементарные знания правил дорожного движения помогают сохранить жизнь и здоровье юных участников дорожного движения. Детям важно соблюдать правила дорожного движения, поскольку большинство травм происходит именно при их нарушении. Дети пытаются как-то перебежать дорогу не по правилам, из-за чего происходят травмы, такие как переломы ног из-за того, что машина их сбивает, вплоть до летального исхода. В конце акции всем участникам, которые правильно ответили на вопросы автоинспекторов, вручили грамоты и светоотражающие значки, чтобы ребят было видно на дороге в темное время суток. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24.